Добрый день! Добрый день! Ана, добрый вечер! Добрый вечер! Сейчас немножко настроимся. Я пытаюсь закрепить название, но почему-то... А, вот сейчас удается. Так, я опечаталась. Ну, вообще, она Маргарет же, по-моему. Так что, в общем-то, я права. Ну, в общем, дорогие наши слушатели, не удивляйтесь, в подписи у нас стоит Мэгги Гугенхайм на пике века. Имеется в виду Пэгги Гугенхайм, но вообще, как бы, её полное имя Маргарет, поэтому мы тут не совсем сильно ошиблись. Да что, Марина? Она, наверное, каким-то невероятным образом сыграла огромную роль в жизни многих выдающихся художников 20 века. В их судьбе, в их становлении, и даже была замужем за одним из них, а именно за сюрреалистом Максом Эрнстом. Вообще, она происходила из очень богатого состоятельного семейства Гугенхаймов. Знаменитые музеи Соломона Гугенхайма — это её дядя, но они не всегда сходились в своих художественных вкусах. Она сама была дочью Бенджамина Гугенхайма, другого брата, который трагически погиб на Титанике. Эта история тоже хорошо известна и тоже описывается в этой книге. Она родилась в 1898 году в Нью-Йорке и умерла в 1979 году в Италии, где и прожила в Венеции последние годы своей жизни, и там же оставила свою знаменитую коллекцию. В истории искусства она известна как галеристка, как коллекционер, как меценат и просто как очень эксцентричная, выдающаяся женщина. Анна? Да, я бы хотела немножко дополнить, что вообще, конечно, Пегги Гугенхайм, она стоит в ряду в 20 веке таких людей, которые запустили, ну, скажем так, новую эру обновления для музеев и вообще как бы для художественного мира, где частные коллекции, коллекции, которые собирались именно для, изначально для личного пользования, связанные, скажем так, со своим очень личным вкусом и личными пристрастиями, в итоге становились основой больших музеев и как бы очень сильно изменили музейный ландшафт. То есть ее дядя, уже как бы, да, известный Гугенхайм, который создал в том числе музей Гугенхайма, который мы все знаем, один из мировых музеев, который полностью базируется на его коллекции. И в этой книге будет несколько раз даже упоминаться взаимодействие Пегги с фондом Гугенхайма и с музеем Гугенхайма. Это очень интересные истории, и мы к ним вернемся. Но это очень важная история именно 20 века, когда частное становится общественным, но изначально оно существует как частное. И история Пегги — это история не музейная изначально, а именно галерейная. Это тоже очень интересно, что она, имея как бы в своей семье фонд Гугенхайма и уже большой музей, начинает заниматься современным для того времени искусством. Сначала модернизмом, а потом и прямо уже то, что мы сегодня называем contemporary. вот этими направлениями, и она занималась то, что мы тоже сейчас называем дилерством, то есть это продажами искусства, находя покупателей для художников и создавая именно галереи. Только потом она уже создала музей. То есть она на самом деле для такого художественного мира 20 века очень интересная личность, которая, мне кажется, ее еще можно охарактеризовать, что она, ну, как бы запускала какие-то процессы, активируя вокруг себя очень много разных людей. Она каким-то своим невероятным чутьем, характером, харизмой, обаянием, ну, тут очень много разных, как бы, слов, может быть, и ее характеристика. Она, в общем, запускала вот эти истории между, делала это искусство видимым, видимым для тех людей, в том числе, которые могли его покупать и становились его хозяевами. Мне кажется, это очень интересная история, и мы с Мариной уже обсуждали накануне, как нам интересно, как личность оказалась Пегги, когда мы читали ее мемуары. Как она в... Вот вы сейчас увидите, что здесь очень много будет светской жизни, конечно же, какого-то, какой-то богемной жизни, вечеринок, но при этом она была очень глубоким человеком, очень семейным человеком при всем при этом. У нее были дети, как бы, которым она уделяла очень много внимания. И у нее было очень много друзей, всех которых она любила и помнила, и это, в общем, какое-то вот тоже такое невероятное соотношение человеческих качеств, профессиональных качеств в ней. Мы, наверное, как бы немножко ей очарованы, можно так сказать. Ну что, я думаю, что нужно уже дать ей слово. Ну да, и, безусловно, таким лейтмотивом сквозь всю книгу проходит ее личная жизнь, череда ее браков и романов с какими-то очень интересными и выдающимися мужчинами, которых она встречает на своем пути. Причем меня вот, например, поражает ее какое-то ужасно легкое отношение к собственной внешности. Она прекрасно понимала, что она обладает колоссальным состоянием, и что, возможно, это и является каким-то моментом, который привлекает к ней людей. Но, тем не менее, она с большой легкостью... Ей удается привлечь внимание вот этих мужчин, вокруг которых просто стаями ходили женщины, но и при этом не обладая какой-то выдающейся внешностью, а именно такой внутренней харизмой ей удается привлечь их внимание. Вот я зачитаю небольшую смешную историю о том, как она еще в ранней молодости, ну, то есть ей получается 22 года, она решает сделать себе операцию ринопластику, как сейчас сказали бы. Причем это происходит в 1920 году. Зимой 1920 года мне было так скучно, что я не придумала ничего лучше, чем сделать операцию по исправлению формы носа. Он и так был уродлив, но после операции, вне сомнения, стал еще хуже. Я поехала в Цинцинадзе к хирургу, который занимался пластическими операциями. Он предложил мне выбрать желаемую форму носа и несколько гипсовых слепков. Он так и не смог добиться той формы, которую я хотела, с приподнятым кончиком, словно цветок. Что-то подобное я вычитала у Теннисона. Во время самой операции под местным наркозом, пока я терпела муки проклятых, окруженная печи медсестрами в белых халатах, врач внезапно попросил меня поменять выбор. Нужная форма у него никак не получалась. Боль была такая невыносимая, что я попросила перекратить операцию и оставить все как есть. В результате мой нос болезненно опух, отчего я долгое время не решала свернуться в Нью-Йорк. Я пряталась на Среднем Западе и ждала, пока сойдет отек. Каждый раз я заранее знала, когда пойдет дождь, потому что мой нос превратился в барометр и всякий раз распухал в плохую погоду. Я отправилась с подругой во Френч Лиг, Индиана, и проиграла там в карту еще почти тысячу долларов. Столько же стоила операция. Ну, и знаете, на самом деле я почитала отзывы об этой книге, и очень многие обвиняют ее в том, что от ее мемуаров ожидали какой-то большей искусствоведческой глубины. Но интересно то, что она не выдает себя за какого-то эксперта, она не пытается пустить пыль в глаза сложными оборотами. Она не превозносит тех людей, с которыми ее свела жизнь, но при этом она, безусловно, отдает им должное. И в каком-то эпизоде она даже пишет. И только тогда, уже будучи замужем за Марксом Эрнстом, я поняла, насколько он знаменит. И она показывает, что она просто проживала свою жизнь, она просто проходила череду каких-то ситуаций, была сама собой, интересовалась чем-то, и это вывело ее в конечном счете к тому, чем она занималась. Ну, вот я, наверное, еще небольшой эпизод зачитаю. Первый ее брак с Лоуренсом Вейлом, он тоже происходил из известного американского семейства, но это были скорее такие люди-интеллектуалы, я бы сказала, интеллигенцы, которые, ну, они не отличались таким состоянием, как Бинхаймы. Их браку протестовала и та, и другая семья, но в конце концов они как-то очень спонтанно поженились. И в итоге у них в этом браке родилось двое детей, достаточно долго они прожили, очень много путешествовали, но в конце концов этот брак распался, но я небольшой эпизод зачитаю о том, как они жили. В новой квартире мы проводили потрясающие богемные вечеринки. Лоуренс заставил меня купить парчевое вечернее платье от Туаре. Теперь, когда я снова похудела, оно сидело на мне идеально. Я носила головной убор, который мне шила русская девушка, невеста Стравинского. Это была тугая золотая повязка сетка, в которой я походила на Тутанхамона. Манрей сфотографировал меня в этом костюме с длинным штуком во рту. Вышло великолепно. В те дни я не пила и скучала на этих пьяных вечеринках. Я ненавидела, когда людей тошнило у меня дома, и в особенности не выносила, когда на моей постели занимаются любовью. Одна особа как-то раз забыла у нас корсет. И вернулась за ним позже. После ухода гостей я, как моя тетка, ходила по квартире с бутылкой лизола. Я ужасно боялась подцепить какое-нибудь венерическое заболевание. Да, но надо сказать, что уже в это время, в этой богемной жизни было очень много... Во-первых, это этот сюжет из Парижа. Они с мужем очень много путешествовали. И большую часть времени проводили в Европе, а не в Америке. И, например, на этих тусовках... Ну, то есть мы уже как бы видим, что здесь был Стравинский, Манрей, очень известный художник и фотограф. И она в это время начинает дружить с Марселем Душаном. Он ее один из таких, как бы, становится постоянных друзей. Ну, вот как со мной открыт этот эпизод. Да-да-да. Марсель был загадочным человеком. Марселя многие добивались. Заслужить его привязанность было непросто. И в любом случае он не одобрял той безумной жизни, которую Мэри... Мэри, это бывшая возлюбленная мужа Фегги Гвенхайм, вела в быке на крыше в обществе геев. Ее хороший друг Моисей давал ей кредит в своем ночном клубе, и она проматывала там немыслимые суммы. Марсель ничего не нарисовал в 1911 года, со времен обнаженной и спускающейся по лестнице. Эта картина прославила его. Теперь он только играл в шахматы и даже состоял в шахматной сборной Франции. Еще он покупал и продавал работы бронхузи. Марсель был статным нормандцем и походил на крестоносца. Каждая женщина Парижа мечтала оказаться в его постели. Его главным недостатком были некрасивые любовницы. Мэри для него была слишком красива, но в конце концов каким-то образом смогла его добиться. Это заняло у нее годы, но, вероятно, тем больше она пережила острых ощущений. Он постоянно уходил и возвращался. Под влиянием Пикабия он даже женился на уродливой наследнице состояния. В то время они с Мэри не разговаривали, но после свадьбы он немедленно ее разыскал и помирился с ней, а потом развелся с женой. Вот такой небольшой эпизод. Да, а у меня из этой же главы, так как они много путешествовали по Европе, первые впечатления Пегги про Венецию, в которой она потом, которую она очень полюбила, и потом купила себе палацию и делала много там выставок. Заниматься этим было ужасно интересно, но больше всего мне понравилось узнавать Венецию пешком. Лоуренс жил там ребенком, его отец каждую осень ездил туда рисовать. Лоуренс знал каждый камень, каждую церковь, каждую картину Венеции. Он стал ее вторым Резкиным. Он водил меня по улицам, свободным от лошадей и автомобилей, и я прониклась к этому месту страстью, оставшейся со мной на всю жизнь. В Венеции все не только красиво, но неожиданно. Она очень маленькая, но очень сложно устроенная из-за S-образной формы Гранд-канала. Ты без конца теряешься на ее крохотных улицах. Каждый раз ты все равно неизбежно выходишь к Гранд-каналу, но совсем не там, где ожидал. И ничто так не отнимает силы, как эти променады, когда тебе приходится пешком преодолевать бесконечные мосты со ступенями. Площадь Сан-Марко с восхитительным византийским собором, с куполом в форме мыльного пузыря и галереями XVIII века одна из самых красивых площадей в мире. По ней было бы приятно прогуляться, там же нет автомобилей и лошадей, если бы не толпы туристов. Чуть более возможным представляется сидеть в кафе по ее периметру или слушать по вечерам музыку духового оркестра. Гораздо больше мне нравились другие маленькие пьяцы, которые я встречала во время прогулок по городу. О них не знает никто, кроме самих венецианцев. Туристы никогда не выходят за пределы площади Сан-Марко. Тем не менее, у каждого прихода в Венеции есть своя пьяца. Совсем не обязательно терпеть дурные запахи Венеции. Со временем они исчезают или перестают иметь значение по сравнению с городом, сохранившим в десять веков архитектуры. Само собой, я хотела купить палаццо. Но этому вновь помешала предусмотрительность моих дядьев, заставивших меня поместить все мои деньги в доверительные фонды. Да, интересно. Брак с Лоуренсом Вейлом на самом деле был достаточно сложным, потому что они очень много скандалили. Это даже сопровождалось периодически арестами, драками. И на определенном этапе она встречает своего второго мужа, писателя Джона Холмса, англичанина. Он был женатым человеком, она была знакома с его женой, они дружат с семьями, и вот там завязывается роман. Постепенно она понимает, что она больше не хочет оставаться с Лоуренсом и уходит к Джону. И вот вчера, очень интересно, Анна, вы говорили такую мысль, что Теги, она как бы через своих мужчин, она развивалась, она росла как личность. Она об этом прямо пишет. Даже про Лоуренса она в самом начале пишет о том, что он своим интеллектом её как бы тяну притягал, как бы был для неё притягательным. И потом через все вот эти истории, ну как бы она, они помогли ей раскрываться и стать как бы... Но там будет момент, когда она напишет, что вообще как бы искусством она начала заниматься, когда она потеряла свою личную жизнь и любовь. Да-да-да. Я даже запомнила его. Я 15 лет была чьей-то женой, и вдруг мне вроде как пришлось искать, чем заниматься другим. Да. Ну вот здесь есть небольшой педот, и она пишет о Джон Холмс, он был человеком несколько иного склада, чем Лоуренс Вейл, он был интеллектуалом. И вот она пишет. Когда я повстречала Джона, я ничего не знала не только о человеческой натуре, но и о самой себе. Я жила в ограниченном бессознательном мире. За пять лет он открыл для меня, что такое жизнь. Он интерпретировал мои сны, анализировал меня, помог мне увидеть в себе добро и зло и заставил преодолеть это зло. Джон не просто любил женщин, он понимал их. Он всегда говорил, бедные женщины, как будто полагается особое сочувствие за то, что им не повезло родиться неправильного пола. Он чувствовал мысли окружающих, поэтому ему было тяжело находиться в помещении с людьми разного склада. По этой причине он с чрезвычайной осторожностью выбирал, кого приглашать вместе. Он обладал удивительным даром видеть в людях их лучшие качества. Большую часть времени он проводил за чтением. И я ни у кого до этого не встречала критических способностей подобного уровня. Интересный очень период. Они проживают вместе, но, к сожалению, жизнь его обрывается из-за несчастного случая, который приводит к тому, что ему делают на дому операцию, и он умирает от неправильно введенного наркоза. Совершенно как-то это очень скоропостижно происходит. И тогда Пегги Гугенхайм ищет утешение в объятиях своей новой любви Дугласа Гармана, издателя. Который оказался коммунистом. Ну да, я так понимаю, что коммунизмом он постепенно увлекается. То есть, когда они только начинают общаться, это как-то яро так не проявляется. Но, помимо всего прочего, он еще был женат и долгое время отказывался разводиться со своей женой. Потом, когда он все-таки с ней развелся, он отказывался жениться на Пегги. Ну, я так думаю, что ей, в общем-то, было параллельно, но, с другой стороны, немножечко ей этого тоже хотелось. Так вот, интересный эпизод именно о том, как Дуглас Гарман начинает яро увлекаться коммунизмом. Со временем Гарман все сильнее увлекался Карлом Марксом и становился его ярым приверженцем. Он начал применять его теории ко всему. Он прочитал курс лекций, в которых доказывал, что все великие писатели были революционерами. Он потерял всякое чувство меры и способность критической оценки и начал смотреть на мир исключительно с одной точки зрения. Я ходила на его лекции и задавала ему вопросы, чтобы его смутить и запутать. После интеллектуального уровня и беспристрастного Джона все это казалось мне очень глупым. Гарман так проникся всеми этими идеями, что в конце концов вступил в коммунистическую партию. Все деньги, которые я ему давала и которые раньше шли на перестройку дома и прочего теперь он отдавал партии. Я нисколько этому не протерялась и только скучала, слушая последние указания из Москвы, которым мне положено было подчиняться. Гарман хотел, чтобы я тоже вступила в партию, но утверждал, что меня примут только в том случае, если я соглашусь работать на нее. Я написала письмо Гарри Политу, главе партии, в котором говорила, что хочу стать членом, но не имею возможности работать, поскольку живу за городом, воспитываю двух дочек и совсем не располагаю свободным временем. Разумеется, меня приняли, что я и пыталась продемонстрировать Гарману. Гарман ездил по стране на автомобиле, который он купил с рук специально для этой цели, читал лекции и вербовал новых членов. Он был так занят, что виделись мы реже и реже. Я чувствовала себя все более одинокой и несчастной. Тогда шла война в Испании, и Гарман сильно из-за нее переживал. Я боялась, что он станет под знаменом интернациональной бригады, но ему не позволяло здоровье. Теперь он приглашал птицевое дерево исключительно коммунистов, не придавая значения их прочим качествам. Мне приходилось развлекать самых странных гостей. Любой человек из рабочего класса в глазах Гармана превращался практически в божество. Чем больше я начинала скучать от всего этого, тем чаще я ругалась с Гарманом. Не то чтобы мне претел коммунизм как принцип, я просто была не готова к тому, чтобы всю мою жизнь определяла новая религия Гармана, а именно таковой для него стал коммунизм. Гарман любил ездить верхом и купил себе лошадь. Но когда коммунистическая деятельность целиком поглотила его, он отдал ее брату. Он отказался от всего ради коммунизма и получал удовольствие от своего аскетичного образа жизни. Очевидно, мне в таких условиях становилось только хуже. Я честно предприняла попытку притворяться, но попросту не смогла пересилить себя. Вскоре на любое упоминание коммунизма я реагировала как бык на красную тряпку. Когда Гарман на меня злился, он называл меня не шлюхой, а троцкисткой. Летом 1936 года я поехала одна в Венесию на 10 дней. На обратном пути я остановилась в Паридже у своей матери, и мы отправились вместе за покупками. Это всегда поднимало ей настроение. Она несколько раз на один день приезжала в птицовое дерево и, недоумевая от моего нового образа жизни, не одобряла его еще сильнее прежнего. Она хотела отдать мне свое жемчужное жерелье, но Гарман сказал, если я приму его, я должна буду его продать и отдать деньги партии. Само собой, жерелье осталось у матери. Но после именно этого периода расставания с Гарманом как раз начинается уже история про искусство, которая называется в этой книге, в ее мемуарах «Младшая Гугенхайм». И это тоже очень интересно. Так ее называют, будет переписка с директором фонда Гугенхайма, называют ее «Младшая Гугенхайм». Когда я осознала, что наша совместная жизнь с Гарманом закончена, я оказалась лишена всякого занятия. До этого 15 лет я только и делала, чтобы была чьей-то женой. Проблему решила моя подруга Пегги Олдман, которая предложила мне открыть свое издательство или галерею искусств. Я сразу же отмела идею издательства, поскольку сочла ее слишком дорогостоящей. Откуда мне было знать, что очень скоро искусство отнимет у меня тысячи долларов? На роль моего помощника напрашивался друг Эмилии, Хамфрид Дженнингс. Это был молодой художник, сюрреалист, 30 лет, а по совместительству фотограф, поэт и кинематографист. Он был бойким юношей, в котором бурлили идеи, но их изобилие мешало их воплощению в жизнь. В нем были задатки гениальности, а внешне он смахивал на Дональда Дака. Наше сотрудничество он начал с поиска помещения для галереи. Я принимала в процессе очень неопределенное участие. Моя мать умирала, и я знала, что до ее смерти я не смогу принять никаких решений. Через какое-то время все-таки будет уже куплено здание. Я наконец-то арендовала второй этаж здания на Крок-стрит и наняла свою подругу Уин Хендерсон в качестве секретаря. Она была чрезвычайно сообразительна. И пока я ездила в Париж в попытке организовать выставку Бранкузи, она полностью отремонтировала помещение. Она дала моей галереи имя «Младшая Гугенхайм». В Париже Бранкузи не оказалось, однако Марсель Дюшан и Мэри познакомили меня с Кокто, и мы решили представить ему первую выставку в галерее. На тот момент я совершенно не разбиралась в искусстве. Марсель пытался просветить меня. Не знаю, что бы я делала без него. До начала он объяснил мне разницу между абстракционизмом и сюрреализмом. Потом он познакомил меня с художниками. Все его обожали, и я повсюду встречала теплый прием. Он составил для меня план выставок и дал уйму советов. Именно он открыл мне двери в мир модернизма. Через Марселя я узнала Жанна Арпа, скульптора, изумительного поэта и занятнейшего человека. Он повез меня в Мидон, чтобы показать модернистский дом, который он построил для себя и своей жены Софи. У каждого из них был свой этаж в мастерская, а весь сад заставлен скульптурами Арпа. Софи была художницей-абстракционисткой и скульптором. Его работы скорее относились к сюрреализму, но он умудрялся сохранять позиции по обе стороны баррикад. Очень интересно, что в этот период в Париже у нее был роман с Сэмюэлем Беккетом. То есть все известные мужчины так или иначе оказывались в ее поле. И вот как она его описывает. «Наверняка я ехала в Париж в предвкушении чего-то нового, но я и представить не могла, что меня ждет. Хотя я и поддавалась любым соблазнам на своем пути, но уже примерно через год я была одержима странным созданием по имени Сэмюэль Беккет. Он появился в моей жизни на следующий день после Рождества 1937 года. Беккет был тощим, долговязым ирландцем, примерно 30 лет с огромными зелеными глазами, которыми он никогда не смотрел на собеседника. Он носил очки, казалось, он всегда витает где-то далеко и бьется над интеллектуальными вопросами. Он участвовал в разговорах очень редко и никогда не говорил глупости. Он был чрезвычайно вежлив, но несколько неловок. Он плохо одевался, носил узкие французские костюмы и не имел ни капли тщеславия в отношении своей внешности. Беккет принимал жизнь с фатализмом и считал, что ничего не может изменить. Он не состоялся как писатель и был чистым интеллектуалом. И у них очень страстный роман, который не мешает ей вести, соответственно, параллельно деятельность по формированию своей выставки, первой выставки, выставки «Как то». Подготовить выставку «Как то» оказалось непростым занятием. Чтобы поговорить с «Как то», надо было ехать к нему в отель на Рю де Камбон и пытаться добиться от него ответов, пока он лежал в кровати и курил опиум. Дым пах приятно, но мне было не по себе обсуждать деловые вопросы в такой обстановке. В один вечер он решил пригласить меня на ужин. Он сидел напротив зеркала, стоявшего за моей спиной, и весь вечер не мог оторвать от себя глаз. Он был невероятно красив с его очень длинным восточным лицом и изящными руками, заостренными пальцами. Так что я могу понять, чем его заворожило собственное отражение. Беседы с «Как то» не уступали с «Как то» и рукам. И я с нетерпением ждала его приезда в Лондон на выставку, но ему не позволило здоровье. Тем не менее, он написал предисловие к каталогу, а Бекетт его перевел. В Лондоне я жила в страшной суматохе. У меня было столько дел, что я не знаю, как я только выжила. Сначала мне надо было мебелировать свою квартиру, потом мне нужно было подготовить галерею к открытию и пригласить на него сотни людей, а также напечатать и разослать каталог и приглашение. К счастью, на открытие прилетели Мэри Рейнольдс и Марсель Дюшан. И Марсель сам красиво развесил всю экспозицию. То есть экспозиционером стал Марсель Дюшан, первой выставкой Бекги. Тогда я еще не думала о том, чтобы начинать коллекционировать, однако я неизменно покупала хотя бы одну картину с каждой своей выставки, чтобы не разочаровывать художников. Если у меня не слишком хорошо выходило находить покупателей, в те времена я не имела представления, как продавать, и сама никогда не покупала картины. Поэтому это казалось мне лучшим выходом и меньшим, что я могу сделать для художников. Открытие галереи Младшой Бугенхай в январе 1938 года прошло с большим успехом, но больше всего у меня счастливилась телеграмма, подписанная Обломов. Так она называлась Эмюля Беккетом. То есть эту телеграмму ей прислал Беккет. Еще одна очень интересная история из этого периода – это ее знакомство с Кандинским. Марсель отправил меня к Кандинскому. Это был чудесный старик 70 лет, веселый и обаятельный, с кошмарной женой, на 30 лет его моложе по имени Нина. Все обожали его и ненавидели ее. Я спросила, не хочет ли он провести выставку в Лондоне. Он еще ни разу там не выставлялся и с радостью согласился. У него был друг в Англии, который владел большим количеством его работ – сэр Майкл Саддлеер. Кандинский был расстроен тем фактом, что мой дядя Соломон Гугенхайм предпочел Рудольфа Бауэра, его третьесортного имитатора. Как утверждал Кандинский, он сам советовал моему дяде купить картины Бауэра, тогда как Бауэр, заняв его место, ни разу не предложил моему дяде купить Кандинского. Он хотел, чтобы я уговорила его дядю приобрести одну его раннюю работу. Я пообещала сделать все, что в моих силах, но я не могла ожидать, к какому это приведет результату. В Лондоне Кандинский с женой сами полностью организовали выставку. В нее вошли картины с 1910 по 1937 год. Я только и сделала, что отправила им план галереи, а они сами решили, где какую картину повесить. Они были очень практичны. Кандинский куда больше смахивал на брокера с Уолл-стрит, чем на художника. Госпожа Кандинская вела себя отвратительно, и я удивлена, что они вообще продали хоть одну картину. Такая она была жадная. В конце выставки я купила одно полотно 1937 года, одно из его великолепных ранних работ. И одно из его великолепных ранних работ. Позже в Нью-Йорке я приобрела много других. Как и обещала, я написала своему дяде и поинтересовалась, имеет ли он все еще желание, купить ту раннюю работу картинь Кандинского. В ответном письме дядя вежливо сообщил мне, что он передал мое послание баронессе Рибай, куратору музея, и что она сама мне ответит. Через какое-то время я получила шедевральный документ. Уважаемая миссис, младшая Гугенхайм, горько видеть, как сейчас, когда имя Гугенхайм ассоциируется с высокими идеалами в искусстве, вы очерняете его попытками использовать для торговли, как будто наше великое филантропическое дело можно превратить в подспорье для маленькой ловчонки. Шедевры беспредметного искусства, как вам предстоит узнать, не рождаются десятками, чтобы галереи могли на них наживаться. Коммерция и настоящее искусство несовместимы именно по этой причине. Вскоре вы обнаружите, что плодите посредственность, если не откровенную бездарность. Вы вполне можете себе позволить покупать произведение беспредметного искусства, если оно вас интересует, и начать собирать собственную коллекцию. Таким образом вы вступите в плодотворное сотрудничество с художниками и оставите своей стране достойную коллекцию, если вы умеете выбирать. Если не умеете, то в торговле вас ждет неудача. Благодаря дальновидности человека, который многие годы собирал и защищал настоящее искусство, «В моей работе и опыту имя Гугенхайм стало символом великого искусства и крайне безнравственно использовать его, а также наш труд и славу в погоне за прибылью, с уважением». И подпись. В общем, вот так вот ее поставили на место ее родственники, которые к тому моменту имели один из уже величайших музеев искусства Америки. Но, как мы знаем, Пэгги им еще задаст жару, как бы мы сказали, на жарбоне. Я думаю, что можно уже, Марина, немножко переходить к следующему ее этапу. И я, знаешь, хотела бы вспомнить, что когда она описывала свою жизнь с своим вторым мужем, британцем, она описывала, как они покупали дом в Париже и как она отремонтировала мастерские, потому что они тоже туда хотели переехать. Значит, сделала там звукоизоляцию, а потом в этих мастерских работал Макс Эрнст, который как бы при встрече с ней сказал, ты знаешь, какая-то сумасшедшая американка здесь делала невероятный ремонт, и у меня просто потрясающая мастерская. И этой сумасшедшей американкой была в свое время Пэгги Гугенхайм. В общем, вот так вот причудливо все время пересекались субы и линии в ее, и в искусстве, и в личной жизни. Да, действительно. И время после трех браков подходит ко Второй мировой войне, которую Пэгги встречает в Париже. И она достаточно долго не покидает Европу. Дело в том, что у нее уже большое семейство, которое она планирует вывезти в Америку с собой. У нее двое детей. У нее бывший муж Лоуренс с новой женой и ребенком уже, по-моему, одним или двумя, я не помню. И помимо всего прочего, она без остановки кому-то помогает. Она помогает деньгами, она помогает выбраться, получить какое-то место где-то для того, чтобы уехать в Америку, уплыть на каком-нибудь корабле. И она очень долго остается в Европе еще и потому, что она очень активно скупает произведения искусства. И вот она пишет, «Всю зиму я ходила по мастерским художникам и карт-дилерам в погоне за новыми приобретениями. Все знали, что я готова покупать все, что попадает ко мне в руки. За мной гонялись и приходили со своими картинами ко мне домой. Мне приносили их утром в кровати еще до того, как я вставала. Все это происходит в оккупированном, ну, еще не оккупированном, Париже, но уже дело к тому идет». И здесь вот, например, есть довольно интересное у нее описание того, как она гоняется за бронзовой статуэткой Бранкузи. «Уже несколько лет я мечтала о бронзовой статуэтке Бранкузи, но не могла ее себе позволить. Теперь я сочла, что настал подходящий момент для этой чрезвычайно важной покупки. Я долгие месяцы постепенно сближала за Бранкузи, прежде чем смогла закончить с ним сделку. Я знала его уже 16 лет, но не думала, что мне будет так сложно вести с ним дела. С ним было трудно говорить о ценах, и если у тебя и хватало духу завести этот разговор, то он называл баснословные суммы. Я об этом знала и надеялась, что наша дружба упростит для меня задачу. В результате мы ужасно поссорились. Он потребовал мне 4000 долларов за птицу в пространстве. Мастерская Бранкузи находилась в тупике. Это огромное помещение, заполненное гигантскими скульптурами, напоминало кладбище, хотя скульптуры были слишком велики для надгробий. Работал он в маленькой соседней комнате, ее стены были увешаны всеми мыслимыми и немыслимыми инструментами для работы. А по центру стояла плита, где он эти инструменты нагревал и плавил бронзу. На этой плите он готовил восхитительные блюда и всегда делал так, чтобы они подгорали. А потом говорил, что это вышло случайно. Он ел за стойкой и подавал изумительные, аккуратные, разлитые напитки. Между этой маленькой комнатой и большим залом, где было слишком холодно находиться зимой, имелся укромный уголок, где Бранкузи слушал восточную музыку на фонографе, собранном им своими руками. Его спальня, чрезвычайно простая, располагалась этажом выше, всю квартиру покрывал в слой белой пыли от скульптуры. Бранкузи был удивительно маленьким человеком с бородой и пронзительными черными глазами. В нем было порону охитрого крестьянина и божества. В ее обществе тебя переполняло счастье. Знать его было привилегией, но он имел сильные собственнические замашки и требовал от меня все мое время. Он называл меня пегицей. Очень долго им не удается договориться о цене на эту скульптуру птица в пространстве. И вот она пишет, Лоуренс, ее первый муж в шутку, предложил мне выйти замуж за Бранкузи и унаследовать все его скульптуры. Я прощупала почву в этом направлении, но вскоре поняла, что у него другие идеи на этот счет. И делать меня наследницей он не собирается. Он скорее бы все мне продал, а потом спрятал деньги в своих деревянных башмаках. Как-то раз я обедала с ним в его мастерской и он рассказывал мне о своих приключениях во время предыдущей войны. Он сказал, что в этот раз ни за что не уедет из Парижа. В прошлую войну он уехал и в результате сломал ногу. Конечно же, он не хотел покидать мастерскую и оставлять свои гигантские скульптуры. Их было никак не вывести. В момент нашего разговора началась бомбардировка внешних бульваров Парижа. Бранкузи сразу понял, что в этот раз все по-настоящему, хотя я отказалась после стольких ложных сигналов тревоги. Мы находились всего в нескольких кварталах от бульвара Важерар, где разрывались бомбы, и грохот стоял инфернальный. Бранкузи заставил меня уйти из комнаты со стеклянным потолком, но я по-прежнему не воспринимала опасный всерьез и еще несколько раз сходила туда-обратно за вином и едой. После этого мы вышли на улицы Парижа, где все подтвердилось. Заводы внешних бульваров были разрушены. Погибло много учащихся школ. Бранкузи вручную полировал все свои скульптуры. Мне кажется, это главный секрет их красоты. Он собирался работать над моей птицей в пространстве несколько недель. К тому времени, как он закончил, немцы уже подошли к Парижу, и я приехала за ней на своем маленьком автомобиле, чтобы успеть ее упаковать и отослать. По лицу Бранкузи катились слезы, и я была тронута до глубины души. Я никогда не спрашивала у него, почему он плакал, но решила, что он прощался со своей любимой птицей. В частности, она встречается с Галой, женой Сальвадора Дали, и вот как она об этом рассказывает. Как-то раз у арт-дилера по имени Пуассаньер я наткнулась на занятную маленькую картину, которую, как он утверждал, написал Дали. Это было очаровательно. И при этом дешевое полотно, которое Дали совершенно ничем не напоминало. Я сказала, что куплю ее, если художник ее сам подпишет. Бедный Пуассаньер, которого вот-вот должны были перевезти из Парижа, он служил в армии, бросился с этой картиной каркашон. Вернул он ее с подлинной подписи. После этого случая я захотела приобрести настоящий Водолей, то есть такого, которого признает публика, и что-то из-за лучшего периода, 30-х годов или около того. Одну из таких картин мне принесла рано утром прямо в постель женщина-дилер, и я немедленно ее купила. Но все же она была слишком мала, а я мечтала о большой и важной. Как бы неодобрительно я не относилась к самому Дали и его поступкам, я считала, что мне необходимо иметь его в своей коллекции, которая претендовала на звание исторической и непредвзятой. Мэри близко дружила с Четой Дали, поэтому, как только Гала приехала в Париж, она пригласила нас обеих на ужин. Мы ужасно повздорили из-за моего образа жизни, который Гала находила возмутительным. Она считала, что я сошла с ума, разжертвую жизнью ради искусства, вместо того, чтобы выйти замуж за одного художника и сосредоточиться на нем, как сделала она. На следующий день она объездила со мной весь Париж в поисках полотна Дали. Мы сходили в хранилище и их безумную квартиру, которая пустовала, пока они жили в Аркашоне, там я нашла подходящую картину. Гала сочла ее более уместной, чем откровенный холст, который я наивно выбрала до того, не заметив, что на нем в самом деле нарисовано. Выбранная картина, картина была эротична, но в меру. Она называется «Рождение текущих желаний» и до безобразия очевидно принадлежит кисти Дали. В этот же период Пегги Гугенхайм встречает Макса Эрнста он попадает в концлагерь на полгода, по-моему. Полгода он там проводит. И когда из концлагеря его удается вытащить, и она немалые усилия для этого прилагает, хотя на тот момент между ними еще нет каких-то отношений, кроме дружеских, когда им удается оттуда выбраться вот этой огромной компанией с бывшим мужем, с кучей детей, с любовницей Макса Эрнста, с женой Лоуренса, они все через Португалию бегут из оккупированной Франции. И вот как она описывает один из вечеров, там у нее уже завязываются отношения с Максом Эрнстом, и как и написывает один из вечеров в Португалии. Как-то вечером я пошла кашкаешь купаться голышом, было темно, но Макс все равно пришел в ужас. Португальцы католики, и нам не раз приходилось иметь дело с полицией, которую не устраивали наши непристойные купальные костюмы. Поскольку офицеры не говорили ни по-французски, ни по-английски, они, как правило, измеряли неприкрытые участки наших тел, поднимали крик и выписывали штраф. Мы неистово им сопротивлялись и обращались в магазины, где мы эти купальные костюмы покупали. Нам меняли их на другие, но полиция все равно оставалась недовольна, мужчинам не позволялось оставаться в одних плавках, а женщины были обязаны носить юбки. Очень жаль, у Макса был прекрасный торс. В тот вечер, когда я отправилась купаться голой, Макс он все стенал на берегу. Что со мной будет, если ты утонешь? Наверное, он боялся, что не попадет без меня в Америку. Приехав в Лиссабон, он не смог получить то место, которое для него обещал зарезервировать и оплатить Музей современного искусства. После этого чудесного полночного купания я вытерлась своей сорочкой и мы занялись любовью на камнях. Мы вскоре осознали свою ошибку. Оказалось, что это главное отхожее место всего города. К счастью, мы лежали на чьем-то пальто, но нам пришлось его несколько часов обтирать, прежде чем вернуть. Вот так происходит. И им все-таки удается добраться до Америки всей этой компании. И там уже начинается ее совместная жизнь с Максом Эрнстом. Его уже встречают как знаменитого художника. И вот как она описывает его личность. Я впервые в жизни испытывала к мужчине материнские чувства. Когда я сказала Максу, что он ребенок, которого подбросили мне на порог, он ответил «Это ты, потерянная девочка». Я знала, что он прав и удивилась его проницательности. Макс, как и все дети, всегда хотел быть в центре внимания. Он старался стать предметом любого разговора, о чем бы ни шла речь изначально. Ему нравилась красивая одежда, и он завидовал, когда я покупала новые платья. Он предпочитал бы носить их сам. Они скучные мужские костюмы. На своих картинах он изображал себя и других мужчин в восхитительных нарядах времен ренессанса. Как-то раз в Марселе, когда я купила себе маленький овчинный жакет, Макса так одолела зависть, что я заказала ему такой же. В этом магазине еще ни разу ничего не покупали мужчины, и продавец немало удивился. Тем не менее, жакет для Макса шили, и когда он надевал его, он становился похож на славянского князя. Дело в том, что ситуация в Америке у него все равно оказывается немножко непростая, потому что он был гражданином вражеского государства, и довольно быстро они тоже с Пегги женятся, для этого уезжают в соседний штат, и начинают совместную жизнь. Эрнса активно коллекционирует доколумбовское искусство, спускает на это целое состояние, как включает Пегги. Они по-прежнему устраивают вечеринки, и вот что пишет она относительно его славы. Когда я только начинала жить с Максом, я еще не понимала, насколько он знаменит, но осознание постепенно пришло ко мне, к нему постоянно подходили люди, и обращались к нему с почтением и уважением, словно к великому мастеру. Ему нравилось поклонение, его постоянно фотографировала пресса. Он получал от всего этого удовольствия и изо всех сил противился моему участию в его общественной жизни. Один раз ему все же пришлось уступить, и мы появились в журнале Vogue с нашей собачкой Качиной породы Лхаса Апса, которая сильно обросла белой шерстью и походила на Макса. Макс купил громадное кресло высотой 10 футов. Это была викторианская театральная декорация. Он сидел на нем, словно на троне, и никто не решался занять его место, кроме Феги, эта дочка Феги Гуинхайм. Его постоянно фотографировали в этом кресле. Да, у нас остается уже совсем немного времени. Да. И, конечно, вот ты вспомнила про то, как они встретились с Гала. Это интересно, да? Гала, которая посвятила всю свою жизнь одному художнику и одному мужу Сальвадору Дали. И, в общем, они оба стоили тоже друг друга. как равную женщину, которая тоже могла бы вдохновить и раскрутить какого-то гения. Да, но как бы Феги, конечно, не Гала, и она как бы совсем по-другому относится к художникам. И мне кажется, что она как раз не хотела делать из них предметы, как бы предмет продажи. То есть при том, что она продавала искусство, будучи галеристкой, но она не делала из них вот это как бы собственничество и вот этот мир потребления. Очень интересно, что в конце этой книги мемуаров, уже где она говорит про совсем как бы современное искусство, сейчас секундочку я найду, она там пишет, что как раз про современное, честно говоря, мне не нравится нынешнее искусство, я считаю, что оно скатилось в тартарары из-за этого потребительского отношения. В плачевном состоянии современной живописи обвиняют меня, потому что я в свое время вдохновила новое движение и помогала ему сформироваться. Имеется в виду именно военное, искусство военного периода считается, что она очень многим помогла, но к происходящему я не имела никакого отношения. В начале сороковых в Америке был силен дух чистого новаторства, зарождалось новое искусство, абстрактный экспрессионизм. Я всячески этому способствовала и не жалею об этом. Абстрактный экспрессионизм породил Поллока, а точнее Поллок породил его. Однако это оправдывает все мои старания. Что касается других художников, то я не знаю, что с ними произошло. Кто-то говорит, что я застряла в прошлом. Может, так и есть. Этот век видел много великих движений, и среди них безоговорочно выделяется одно — кубизм. Лицо искусства преобразилось. Это неминуемо должно было случиться в результате индустриальной революции. Искусство отражает свое время, а значит, ему было суждено измениться полностью, ведь мир менялся так радикально и так быстро. Нельзя ожидать, что каждое десятилетие будет дарить нам нового гения. В 20 веке уже достаточно гениев увидело свет. Не стоит ждать других. Полю нужно время от времени отдыхать под паром. Нынешние художники через чур стараются показаться оригинальными, и именно поэтому живопись перестала быть живописью. Ну, в общем, на самом деле она очень вот как бы после Поллока ко многим художникам и движение относилось достаточно критично, не скрывала этого, и даже в интервью об этом говорила. Но важной историей во всем этом стало ее возвращение в Европу после войны в 50-е годы, где она стала участвовать в Венеции в Биеннале, а потом купила то палаццо, которое теперь известно как музей Пегенхайм, где она собирала свою коллекцию и тоже как бы это такой вот интересный период ее уже признание, скажем так, в какой-то мере. Вот как она это описывает. Благодаря Санта Массо я получила возможность выставить всю мою коллекцию на 24-й венецианской биеннале. Это он предложил Рудольфу получине генеральному секретарю биеннале включить мою коллекцию в программу. И он согласился разместить ее в греческом павильоне, который пустовал, пока греки воевали. Еще есть интересные замечания. В середине июня, когда открывается выставка, цветут лаймовые деревья и источают вездесущий аромат. Мне часто кажется, что сады создают серьезную конкуренцию биеннале. Сидеть под деревьями куда приятнее, чем ходить по жарким непроветриваемым павильонам. Это был 1948 год, когда она участвовала в биеннале и представила свое искусство. И оно было представлено на выставке был в том числе президент Италии и консул США, потому что павильон США так и не открылся, потому что картины не доставили вовремя. И Джеймс Данн, наш посол, был очень рад, что я хотя бы могу представить Соединенные Штаты своим именем и своей выставок. Рассматривая одну из моих абстрактных картин Пикассо, он с удовлетворением отметил, что она почти нормальная. Предисловие к каталогу моей выставки на биеннале написал профессор Орган, оно вышло очень сбивчиво, он перепутал все течения в модернистском искусстве. По настоянию Бруно Альфиери, владельца книжной лавки, я написала собственный маленький каталог и продавала его в своем павильоне, хотя я была включена в общий каталог биеннале. Я написала короткое вступление к своему каталогу, но его так плохо перевели, что со мной случилась настоящая истерика, и я даже зарыдала. Я недостаточно владела итальянским и умоляла жену Альфреда Барра, Маргу, наполовину итальянку, помочь мне. Увы, я выбрала для этого неподходящий момент, когда мы плыли на Вапаретто и ей пришлось выйти раньше, чем она закончила. Моя выставка привлекла огромное внимание и мой павильон стал одним из самых популярных на всей биеннале. Меня это приводило в безмерный восторг, но больше всего мне нравилось видеть фамилию Гугенхайн на схемах выставки, в парке среди названий павильонов Великобритании, Франции, Голландии, Австрии, Швейцарии, Польши, Палестины, Дании, Бельгии, Египта, Чехословакия. Я чувствовала себя новой европейской страной. Еще одним моим прославленным гостем стал Бернард Беринсон. Я встретила его на ступенях павильона и сказала, что много изучала его книги и как они для меня важны. На что он спросил, тогда почему же вы увлеклись этим? Я знала, как он ненавидит модернизм, поэтому ответила, я не могла себе позволить старых мастеров, но в любом случае я считаю, что долг каждого защищает искусство своего времени. Он сказал, дорогая моя, вам бы следовало обратиться ко мне, я бы устроила для вас выгодные сделки. Больше всего ему понравились работы Макса Эрнста и Поллока. Тем не менее, он сказал, что в картинах Макса слишком много сексуальности, а он не любил секс в искусстве. общественности к моей особе, каждый мне пытался что-нибудь продать, и всякий раз, когда я впускалась в вестибюль своего отеля, меня осуждала толпа людей. Ближе к концу Биеннали встал вопрос, что я буду дальше делать с картинами. Я считала само собой разумеющимся, что раз Биеннали за свой счет привезла картины из Америки, то мне хотя бы позволят оставить их в Италии. Оказалось, что не так, их везли в страну по временному разрешению, и они должны были вернуться обратно. Я несколько месяцев не знала, что мне делать за бессрочный ввоз картин в Италию, должна была заплатить пошлину в размере 3% их стоимости. В итоге я решила вывезти их, а потом привезти обратно при ввозе, оценить на меньшую сумму. В общем, все те же самые проблемы в искусстве, как ввозить и делать выставки. Абсолютно. Да. В итоге она каким-то там невероятным образом оставила, по-моему, эту коллекцию в Италии. В общем, и уже в 49-м году приобрела вот тот прекрасный дом, в котором мы знаем, что сейчас находится ее музей. Дворец был целиком построен из белого камня и покрыт плющом. Целиком, возможно, слишком громкое слово, ведь его строительство остановилось на одном этаже. И в Венеции все его называли Палаццо Ном Компьюта. Незаконченный дворец. Однако в ширину он раскинулся больше любого другого дворца на Гранд-канале, а также имел важное преимущество в том, что не носил название национального памятника архитектуры, который в Венеции имеет священно-неприкосновенный статус. Таким образом, это было идеальное место для моих картин. И вот здесь начинается уже история музея Пегги Гугенхайм, в который мы можем попасть, когда закончится карантин, и мы сможем приехать в Венецию. Хотя, возможно, у них сейчас есть тоже онлайн-туры, и мы можем посмотреть ее коллекцию. Есть еще фильм о Пегги Гугенхайм, который вышел, по-моему, какого? 2015 года. Да, 2015 года. Мы вот с Мариной его не посмотрели, но планируем посмотреть, очень интересно. Давайте, нам уже пора заканчивать. Мне кажется, у нас осталось буквально пару минут. Семь секунд. Семь секунд, да. И в четверг нас ожидает прямой эфир с уральским художником.